Старший лейтенант Бейкут Алмазулу пошел по стопам своих родителей и стал военным офицером. В детстве его главной мечтой было охранять границы. Несмотря на то, что ему исполнилось всего 26 лет, он останется в памяти народа, как храбрый защитник Родины. Кто знал, что он покинет нас так рано? Он очень любил свою работу, душой и сердцем переживал за свою Родину. Неважно, днем или ночью, в любой момент был готов встать на защиту своей земли. Эта война забрала жизнь моего сына. Жить с мыслью, что его больше нет, невыносимо. Ведь он был такой молодой, у него все было впереди. А сейчас что? Одна пуля врага оставила нас без сына. Окончив школу, в 2013-м поступил в высший военный институт вооруженных сил в городе Бишкек. Успешно завершив учебу, в 2017-м году был определен в погранзаставу Баткенской области. В апреле прошлого года Бейкут получил ранение в результате событий на кыргызско-таджикской границе в Баткене и лечился в национальном госпитале. За отважную службу тогда он был награжден медалью «Эрдик». В последнее время служил в войсковой части 2053. В ночь на 17 сентября тело военнослужащего Апсамата Джекшенбекова, застреленного в ходе конфликта в селе Маргун, было доставлено в его родное село Терексу от Башинского района. Апсамату Джекшенбекову было всего 24 года. Он родился в 1998 году, успешно окончил среднюю школу имени Анварбека Чертекова в 2016 году и поступил в военный институт имени Калайнура Усенбекова. Два года назад начался его офицерский путь. Трудовую деятельность начал со службы в артиллерийской дивизии в Майлысо Джалабадской области. В Баткенскую область был переведен в апреле 2021 года. Служил в отряде спецназа Абурю в селе Маргун Лелекского района. Командир группы недавно получил звание старшего лейтенанта. Ком в горле. Не знаю, что сказать. Пока есть такие герои, как мой сын, наш Кыргызстан всегда под защитой. Я верю в будущее нашей страны. Пусть земля будет пухом ему. Мне больше нечего сказать. На похоронах погибших в вооруженном конфликте присутствовали представители местной власти и руководители территориальных подразделений пограничной службы. Героизм защитников Отечества, павших за будущее страны, никогда не будет забыт. Сейчас тяжело всему кыргызскому народу. С глубокой печалью мы скорбим по погибшим воинам-героям. Тяжело в такие моменты что-либо сказать. Но мы с вами, весь кыргызский народ переживает и скорбит вместе с вами. Они прожили короткую жизнь. Но их подвиг бесценен и навсегда останется в истории и памяти кыргызского народа. В вооруженном конфликте на кыргызско-таджикской границе в Баткинской области пять военнослужащих Нарынской области героически погибли, защищая родину. Чулпон Медедбекова, Нур Забылаев, Нуркыс Абдрахманова, АЛАТО-24, Нарынская область.